Ожирение – серьезная проблема во всем мире, но люди постепенно начинают понимать важность здорового питания. Но порой у людей нет другого выбора, кроме как набрать вес. Как у этих детей из моего списка, которые не по своей вине и не по вине родителей, правда не всегда, набрали вес. Алия Салим Алия Салим родилась в провинциальной деревне на востоке Индии в конце 2013 года. При рождении ее вес составлял около 4 кг, что немного выше нормы. Но во всем остальном девочка не отличалась от остальных детей. Три с половиной месяца ее развитие соответствовало норме, но после Алия резко начала прибавлять в весе. Необузданный аппетит малышки сделал свое дело, и к десяти месяцам вес Алии превысил отметку в 18 кг, что соответствует весу среднего пятилетнего ребенка. В марте 2015 года Алие исполнилось 18 месяцев, а стрелка на весах превысила отметку в 24 кг. Вскоре об Алие сняли видеорепортаж. Многие зрители остались неравнодушными к судьбе малышки и предложили родителям девочки свою помощь. За борьбу с лишним весом Алии взялся педиатр Бхавья Кумар, который уже имел опыт работы с похожими случаями. Для девочки было разработано специальное меню, которое содержало в себя почти в четыре раза меньше калорий, чем она раньше потребляла. К трем годам Алия весила уже 19 кг, что всего на 3-4 кг выше нормы. Сейчас Алие с Алием шесть лет. К сожалению, свежее фото девочки найти не удалось, так как интерес СМИ к ней пропал сразу же после ее преображения. Но я твердо уверен, что сейчас у Алии все хорошо. Суман Хатун Шестилетняя индуска при росте 104 см весит рекордный 91 кг и, по всем данным, превосходит самого толстого мальчика в мире – трехлетнего Лу Хау с весом в 60 кг. Из-за любви к еде у Суман Хатун ситуация в ее семье на грани критической. Еженедельная заработная плата ее отца расходуется на питание девочки, в то время как остальным членам семьи приходится голодать. Если родители не дают ей чего-то есть, то девочка впадает в истерику, начинает кататься по полу и есть грязь. Девочка родилась с нормальным весом – 3 с лишним килограмма. Но ее аппетит начал расти после того, как мать начала давать дочке молоко со злаками, так как не хватало денег для покупки молока, которое стоит очень дорого в Индии. А заработок 38-летнего отца – всего 16 долларов в неделю. Семья обратилась за помощью к местному врачу, чтобы он помог им контролировать вес Суманы. По мнению медика, у девочки гипертиреоз – синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы. Ее необходимо обследовать, а также вести постоянное наблюдение. Суман не делает никаких физических упражнений, так как ей даже тяжело передвигаться. После пары шагов с нее начинает катиться ручьем пот. Поэтому целыми днями девочка смотрит телевизор и наблюдает за тем, как ее 13-летняя сестра Шабнам, которая вдвое ее худее, играет с друзьями во дворе. Джессика Леонард Несколько лет назад мир облетела новость о том, что в Чикаго живет самый толстый ребенок на планете. Семилетняя Джессика Леонард весила 222 килограмма. Девочка не могла ходить, сидеть и даже самостоятельно переворачиваться с бока на бок. Передвигаться ей помогала мама Кэролайн, которая и раскормила дочку до таких размеров – пичка ее с жареными куриными окорочками, чипсами, картофелем фри и другим фастфудом. В три года Джессика весила целых 77 килограмм, в четыре года ее вес дошел до отметки в 100. В семь лет – больше 220. По правде говоря, такие цифры просто не умещаются в голове. С возрастом у девочки появились проблемы с передвижением, ей стало трудно говорить и в некоторых случаях была нужна помощь матери. После ряда телерепортажей о Джессике, которые шокировали мир, было принято решение положить девочку в клинику, где ей запретили есть все мучное, жирное и жареное, а также заставили выполнять физические упражнения. Лечение дало результат. Спустя полтора года Джессика похудела на 140 килограмм. Теперь девочке предстояло перенести несколько операций по удалению лишней кожи. Когда наступил десятый день рождения, Джессика выглядела уже совсем по-другому – как нормальная, здоровая девочка. Она начала ходить в обычную школу и общаться со сверстниками, как любой ребенок в ее возрасте. Лу Хао Лу Хао весит в три года 60 килограмм. В пять раз тяжелее обычного ребенка в этом возрасте. Ест Лу Хао тоже не по-детски. Три большие миски риса, когда он только садится за обычный семейный обед, о чем рассказал его отец Лу Юченг, который сам ест намного меньше. При рождении этот необычный ребенок-рекордсмен весил всего-то два с половиной килограмма, но через три месяца стал набирать вес очень быстрыми темпами. И родители мальчика даже не заметили, как он стал весить, как взрослый упитанный человек. Мама самого толстого ребенка в мире, Чэнь Юань, сказала, что им приходится давать Лу Хао еду, иначе он не прекратит плакать и кричать целый день. При этом она с грустью отметила, что уже не в состоянии поднять очень тяжелого сына. Это может делать только Лу Чэнг, и то очень сильно напрягаясь. Самый толстый ребенок в мире, по версии Книги рекордов Гиннеса, терпеть не может ходить пешком, поэтому везде ездит на своем детском мотоцикле и даже в детский сад. Для того, чтобы заставить ребенка двигаться, родители установили в дворе баскетбольное кольцо и часто берут его плавать в местной реке. Но, похоже, это не сильно помогает. Родители, обеспокоенные здоровьем своего крупного малыша, уже водили его по врачам, которым так и не удалось объяснить, почему мальчик такой толстый и почему у него такой неумеренный аппетит. Джамбулат Хатоков Джамбулат Хатоков родился в 1999 году в Кабардино-Балкарии с нормальными для младенца данными – 50 см ростом и около 3 кг весом. Однако к 2 годам вес его составил 34 кг. В возрасте 4 лет малыш весил уже 64 кг, к 6 годам преодолел рубеж в 90 кг. В 7 лет весил 115 кг. Для сравнения, вес среднего первоклассника – около 25 кг, а после 9 лет вес Джамбулата превысил 150 кг. Вес ребенка продолжал расти, но, что странно, по рассказам своей матери, каким-то ненормально огромным аппетитом Джамбулат не отличался. Ел он, как обычные дети. Мама следила за здоровьем сына и не раз обращалась к докторам, но получала одни и те же избитые рекомендации – больше физических нагрузок, меньше жирной и сладкой пищи. Мировую известность Джамбулату Хатокову принесло британское шоу-канала UK Channel 4 World Biggest Boy в рамках проекта Body Shock. После этого к огромному российскому ребенку вспыхнул просто невероятный интерес. А вскоре в 2003 году Хатоков уже стал обладателем официального мирового рекорда, подтвержденного представителями Книги рекордов Гиннеса. В 2016 году Джамбулат Хатоков готовился стать сумаистом и заверял, что нисколько не страдает от своего веса и не хочет худеть. Он охотно танцевал лесгинку, был популярен среди товарищей и готовился к новым рекордам. А в 2018 году юноша решился на невероятное – похудеть. И за год ему удалось скинуть 54 килограмма. Фредди Хант Маленький Фредди Хант страдает от гипоталамического ожирения – состояния, возникшего в результате операции по удалению опухоли головного мозга, которое повреждает метаболизм организма. Шесть месяцев назад он весил всего 15 килограммов, но с тех пор его вес увеличился до 37,5, в результате чего он не может ходить. Кроме того, мальчик из Ятели, Англия, слеп на один глаз из-за опухоли, и его кожа настолько чувствительна, что ребенок вздрагивает, когда его мама касается. Женщина сказала, «Нам нужно было найти лечение, потому что до следующего года Фредди не доживет. Люди часто смотрят на Фредди на улице. Он был нормального веса для своего возраста до операции. У нас нет вариантов. Если экспериментальные препараты не лицензированы, мы попробуем их, потому что мы все равно потеряем его, если не сделаем этого». Проблемы у Фредди начались, когда врачи обнаружили в мозгу опухоль размером с кулак. Ханты взяли Фредди на лечение стоимостью 450 тысяч фунтов стерлингов. Однако менее чем через три недели после операции его живот начал раздуваться, хотя мальчик болел и должен был терять вес. Оказалось, операция на головном мозге вызвала гипоталамическое ожирение, что привело к внезапному и массовому увеличению веса. Ли Ханг Мальчик Ли Ханг, которому всего 9 лет, страдает от синдрома Прадера-Вилли. Из-за этого редкого отклонения ребенок все время хочет есть, и бесконечный голод уже привел к тому, что мальчик весит целых 143 кг. Синдром не только вызывает ожирение из-за постоянного чувства голода, но и сказывается на психическом развитии. Может вызвать косоглазие, сколиоз, повышенную сонливость, низкий рост речевую задержку, позднее половое созревание и другие отклонения. Врачи констатируют, что коэффициент интеллектуального развития Ли Ханга ниже нормы для его лет, а ожирение ребенка уже стало причиной сопутствующих патологий, таких как ожирение печени и высокое кровяное давление. Из-за синдрома у Ли Ханга также чисты эмоциональные перепады настроения. Встав на весы и увидев свой вес, мальчик так расстроился, что его матери пришлось его утешать. 143 кг – это не самый большой вес Ли Ханга. Раньше он весил целых 167, но после пребывания в специальном лагере с диетой и комплексом упражнений мальчику удалось скинуть 20 кг. Но после лагеря Ли Ханг легко снова набрал вес, бесконтрольно поглощая пищу, и ему может помочь лишь операция по шунтированию желудка. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды.